Здарова, с вами Пашсюр, и в Москве какая-то безумная жара, плюс тридцатник, и чтобы хоть капельку себя охладить, и, возможно, охладить и вас, я решил записать, могу, умею, практикую, по созданию снежных баз. Сосульки, снег и немного слюней. Моими руками сегодня будет Равиль, он же Ромыч из Ромыч Блог. Думаю, многим из вас знаком этот бложик. Равиль, поздоровайся. Что ж, не буду вас больше задерживать, погнали. Итак, нам понадобится наш подопытный на подставке из ножки дивана. Мы будем делать снег, поэтому у нас нанесен пришейт белым из аэрографа. Но можно, в принципе, и кистью спокойно сделать. Белый мы нанесли из расчета, что он лежит не везде, а там, где бы в реальности зацепился бы. У камней, в углублениях, иначе снег просто сдуется с горных перевалов. Также нам понадобится жидкий стил-вотер вместо клея. Ибо клеить снег на суперклей идея не очень хорошая. А по вас, непостоянной долей вероятности может пожелтеть со временем. Такой стил-вотер будет прозрачным. А если из-под снега будет выступать, то это и хорошо. У нас будет пушистый снег и небольшая корочка льда под снегом. Еще нам понадобится густой стил-вотер. Он тут для объема. Он дает очень маленькую усадку при высыхании. Чем и хорош. Плюс любимый Гринстафф Ворлдовский снег. Палочка от мороженого. Обязательно. Крайне удобный инструмент. А еще кусачки, нож, свечка, зажигалка, водичка, кисточка, мыслоткоежки, потому половинка от коробочки киндер-сюрприза, а также прозрачный литник. Такой можно урвать у знакомого моделиста, что самолетики всевозможные клеят. У них должно быть много. Этот вроде от машинки звездовского Зиса или Зила. Ну и в Вахе тоже есть прозрачные и в Вармашине чуть-чуть. На крайняк можно и шариковую ручку раздербанить. Начнем. Откусим кусочек. Самое главное, когда разогреваем, не совать литник в огонь. Держать повыше, а иначе он закоптится, и нам такого не надо. Литник лучше брать подлиннее. Ну или как Равиль, не очень жалеть свои пальцы. Нагрели и вытягиваем. Не доводите до разрыва, иначе литник в такое подобие пружинки потом свернется. Повторяем процедуру пару раз. Теперь берем наш Рэжик и отчекрыживаем нашу сосульку. И немного подзаточим. Если вы тоже переборщили, как мы, можно подправить зажигалкой. Сосулька не бывает настолько острой. Примеряем. Отличная сосулька получилась, и лишнюю часть мы смело отрезаем. Смотрите. Вот тут сосульку делать смысла нет. Тут и снега у нас нет. Чтобы была сосулька, нам надо, чтобы снег таял, водичка стекала вниз, и образовывался лед. Вот тут очки. Сделаем еще одну. Хорошо, когда сосулька висит не одна, а две-три штучки. С этим тоже лучше не переборщивать, иначе будет смотреться олиповато. А вот несколько штук смотрится хорошо. Одна большая и одна-две маленькие. А еще троллю можно сделать вот такую стекающую слюну. Слюни – это хорошо. Берем клей-гель и сажаем нашу сосульку. Теперь надо посмотреть, чтобы она висела вертикально. Если она висит криво, то гравитация что-то поломалась. И вот маленькую – сюда. Также проверяем на вертикальность. И слюну. Пока длинная, но приклеится, и мы подрежем. Но у нас произошло небольшое фиаско, потому слюну мы приклеивали еще раз, но уже нужного размера. Факир был пьян, как говорится. Теперь берем наш густой стил-вотер. Кисточку. И мы будем наращивать объем. Вот здесь у нас как раз между сосулькой и базой осталось место. И нам нужно это дело хорошенько затыкать и перекрыть. Душевненько так замазать. И под базой. У нас водичка туда стекала и образовывался лед. Можно ей же и микрососульки такие сделать. В целом со льдом, в принципе, и все. Можно еще и слюнку также пообъемнее сделать. Самое клевое в стил-вотере, что он хорошо взаимодействует с обычной водой. И вот мы берем водичку и приглаживаем. Капелька, если что, потом усядет. Теперь переходим к снежку. Тут все довольно просто. Как я уже говорил, сначала была подложка. И мы ее сделали белой. Чтобы снег был более ярким. Иначе, если положить на саму базу, То снег будет казаться грязным, Более некрасивым и вообще не очень. Опять же, чтобы показать, что здесь у нас холодно. У нас не только сама миниатюра покрашена в холодных тонах. Светло-синих, голубых и серых. Но и траву мы берем и драйбрашим белым. Образуется иней. И сразу атмосфера горного перевала передается лучше. Наливаем немного стил-вотера. И насыпаем туда наш снег. И перемешиваем. То, что снег у нас стал вот такой кракозяброй, Это не страшно. Когда он застынет, У нас будет прозрачный стил-вотер и белый снежок. Снова смачиваем кисть водой И наносим на базу. Стил-вотер чуть потерял в липкости После соединения со снежком. Поэтому этой самой кистью Мы его еще приминать будем немного. Таким образом мы делаем самый снежный объем. То есть сначала делаем именно сугробы. Далее, чтобы комфортно покрыть это все Чистым снежком, мы снова берем наш жидкий стил-вотер И капаем сверху. То есть мы сделали сугробы И теперь хотим нанести наш красивый белый снег сверху. Проходим поверх нашего снега Немного этим жидким стил-вотером. И затем присыпаем его нашим модельным снегом. С палочки мороженого очень удобно. Усё, убираем всё, подправляем косички И ждем, когда всё наше добро высохнет. Ну, я жду, а вы нет. Вуаля! Вот такой итоговый красавец у Равиля получился. На сегодня всё. Надеюсь, вы получили небольшой заряд прохлады От этого ролика. И теперь сможете в полную силу поставить лайк Подписаться на канал, сделать репостик Вступить в группу ВКонтакте И, возможно, даже поддержать канал на Патреоне. Спасибо за просмотр! Красьте ваши миннички, оформляйте ваши базы И до скорых встреч! Пока-пока! И, конечно, как всегда, отдельная благодарность Всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне А именно Дмитрий Крикархипов Константин Гиллер Поляков Никита Райму Нефёдов Крис Этерн А также, конечно же, Его Величество Юрий Дивайн Диван Александров Спасибо вам большущее! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!